Здравствуйте, друзья! Меня зовут Вадим Прятком, и я ветеринарный врач. И сегодня со своим коллегой Анатолием мы покажем и расскажем, как правильно и, главное, гуманно обезроживать телят. Нам часто задают вопрос, а зачем их вообще обезроживать? И правда, зачем? Ведь сама процедура обезроживания – это определенный травматизм, стресс и боль животному. А также животные без рогов выглядят менее привлекательно. Давайте разберемся в этом вопросе. Прежде всего, рога – это не анатомическая структура, которая служит украшению животного. Это оружие, которым животное в природе защищается от врагов, а также устанавливает лидерство в стаде. Скоту на современных промышленных комплексах уже не нужно защищаться от хищников. Но зато они могут и применяют свои рога в конкурентной борьбе за иерархию в стаде. Как результат – травмы, рваные раны и обломанные рога. Травматизм – это первое и основное, почему скоту нужно удалять рога. Далее – это сама технология содержания животных на промышленных комплексах. Отдых, перемещение животных, доение, разные фиксации для различных манипуляций. Все эти процессы очень усложняются при наличии рогов у коровы. А некоторые процессы просто невозможны, когда у животного есть рога. Взаимоотношение рогатых животных и персонала ферм тоже усложняется. Такие животные травмируют людей и значительно усложняют проведение манипуляций с ними. Например, рогатую корову тяжело и неудобно фиксировать в станке для расчистки копыт или других ветеринарных манипуляций. С помощью своих рогов она раздвигает фиксационные ворота и очень часто выбегает из станка. Если наличие рогов у маточного стада – это неудобство, то наличие рогов у быков – это уже проблема. Быки и без рогов часто агрессивны, а с рогами они представляют большую опасность для здоровья и жизни персонала. К тому же при транспортировке быков на длительные дистанции рогатые быки часто бьются во время путешествия и могут наносить травмы друг к другу. Эти травмы портят души и даже могут приводить к падежу быков во время путешествия. Хорошо, вы скажете, что это не актуально в деревне, а я скажу, что это актуально. Так как рогатые коровы постоянно выясняют отношения на пастбищах, нанося при этом друг к другу травмы. Также рога нередко врастают в череп. Таким образом, обезроживание – это вынужденная процедура. И коль мы не можем избежать обезроживания в современном промышленном молочном скотоводстве, мы должны провести это обезроживание с минимальной потерей для телят. Мы должны снизить действие боли во время процесса обезроживания или нивелировать вообще боль. И также уменьшить максимально стресс по возможности, чтобы в дальнейшем сама процедура обезроживания не снижала темпы роста и развития нашего молодняка. Какой опыт мы уже имеем? Во всем мире уже есть целая тенденция по уменьшению болевого синдрома у животных при выполнении тех или иных ветеринарных манипуляций, особенно тех, что связаны со значительной болезненностью. Есть и наработки при обезроживании телят. Протокол обезроживания может выглядеть таким образом. Первое – седативное средство. Второе – блокада нерворога. Третье – применение нестероидного противовоспалительного средства с пролонгированным действием. Итак, на примере телят галштинской и джерсайской породы мы покажем, как мы работаем по этому протоколу. Прежде всего, проводим седацию телят, которых мы планируем обезроживать. Для этого используем внутримышечно или подкожно седацил, действующее вещество которого – ксилозиногидрохлорид, в дозе 0,05 мл на 10 кг массы тела. Вы получите средний седативный эффект – расслабление мышц и энергизирующий эффект уже через 1-2 минуты. Также вы можете использовать ацепромал – действующее вещество ацепромазиномалиат. Препарат вводят глубоко в мышцы в дозе 0,15 мл на 10 кг массы тела. Ацепромал не обладает обезболивающим действием. Также сам седацил имеет не сильно выраженное обезболивающее действие. Поэтому, для того, чтобы обеспечить полное обезболивание в месте выжигания роговых зачатков, мы должны использовать проводниковую блокаду и блокаду нерва рога. Блокируем нерв рога на середине расстояния между основанием рога и глазной орбитой. Инъекцию проводят под наружный гребень лобной кости. Иглу вводят на глубину 0,7-1 см. В качестве анестетика используют лидокаин 2% концентрации в количестве 5 мл. Эффект обезболивания наступает через 2-3 минуты. Когда теленок расслаблен и место выжигания рога обезболено, приступаем к обезроживанию. Вы можете использовать пасту доктора Нейлора, телятам 7-дневного возраста или более молодым, ориентируясь на роговой горбик. Перед нанесением пасты нужно выбрить шерсть вокруг горбика и нанести пасту тонким слоем на горбик и кожу вокруг, которая содержит эпителий роста рогов. Диаметр нанесения пасты 20 мм для телят до 7-дневного возраста и 25 мм старшим 7-дневного возраста. Мазь наносите в перчатках. Также вы можете использовать роговыжигатель электрический. Подключите его в сеть и дайте разогреться до красна, и тогда приступайте к выжиганию. Прикладывайте к роговому бугорку на 20-30 секунд для полного разрушения основы рога. Его оптимально использовать телятам до 3-х недельного возраста. На рынке есть еще газовые и аккумуляторные роговыжигатели, которые вы тоже можете использовать для выжигания рогов. После завершения процесса обезроживания, для дальнейшего контроля боли, когда анестетик перестанет работать, применяем нестероидные противовоспалительные средства. Препарат Мелвет, действующий веществом которого является мелоксикам, вводят внутримышечно однократно в дозе 1 мл на 10 кг массы тела. Телятам до 7-дневного возраста препарат не применяют. Им используют кафен в мышце в дозе 0,3 мл на 10 кг массы тела. Эти средства уменьшают болезненность места декорнуации. Таким образом, теленок не теряет аппетит и активность, что в перспективе позитивно сказывается на его росте и развитии. Друзья, гуманно и ответственно относитесь к своим телятам. При обезроживании обязательно применяйте средства для контроля боли. Берегите себя. До свидания.